Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие течения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 34 главу. В общем-то, 34 глава, продолжается речь дней. Иллиуя, мы уже видели, что он также несправедливо обвиняет Иова, хотя в его речи есть слова и правды о справедливости Божией, но, тем не менее, так или иначе, он старается не помочь Иову, а найти некую такую чистоту и высоту истины. Скорее, он удовлетворяет свое собственное честнавие, нежели оказывает помощь. Поэтому, когда в Священном Писании сказано о том, что одних и обличайте, и других страхом спасайте, а немощных в вере оставляйте без споров, то вот, когда сказано «обличайте», некоторые так и спрашивают, а всегда ли надо обличать? В общем-то, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо внимательно прочитать книгу Иова и речи этих четырех друзей. Тогда, наверное, ответ найдется. Но если сказать так кратко, то, вот как, не помню, это, по-моему, все-таки в Древнем Патерике или вот руководство к духовной жизни, где-то там вот у отцов таких пустынников, говорится так, что один брат тоже спросил, всегда ли обличать? И тогда старец ему ответил, если готов умереть, говорит, за брата своего, то и пойди обличи. То есть, когда мы обличаем, какую цель мы ставим перед собой? Чтобы обличить, обличение ради обличения, удовлетворить свою праведность, чтобы нам похлопали в ладоши, как мы это так сказали правильно, правильно, да, и четко, и понятно. Либо это проявить ту любовь, о которой говорит Христос, нет больше той любви, кто душу свою положит за брат своего. Что нами руководит, какой мотив нашего обличения. И так продолжал Ильюй и сказал, выслушай эти мудрые речи, речь мою. Видите, он не обращается даже просто к Иову. Он не говорит, выслушай. Он говорит, выслушайте. Ему интересно, что есть аудитория, которая услышит его мудрые речи. Не помощь Иова, который сидит в гноище, все потерявший, а просто выслушать. Ему надо высказаться, провести свою богословскую эрудицию. И он продолжает. Мудрые речи, говорит. Он же сам себя похвалил, что речь его будет мудрая. И преклоните ухо ко мне, рассудительные. То есть он обращается к людям, да, с такой некой издевкой. Ибо ухо разбирает слова, как гортань, различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение, распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал, он начинает цитировать Иову, я прав, но Бог лишил меня суда. Во-первых, он передергивает слова Иова снова. Не говорил Иов никогда, что Бог лишил меня суда, а он, наоборот, просил суда Божия. Видим, что здесь полемика ведется не совсем добросовестно, если так сказать, что тот диспут, который односторонний, монолог, вступает Иуль с Иовом. «Должен ли я лгать на правду мою, Мария, рано неисцелим без вины?» Опять же, не совсем точно. Если такой человек, как Иов, который придет глумление, как в воду, теперь он начинает обвинять, хотя сам глумится над Иовом, но начинает его обвинять в глумлении. «Вступает в сообщество, сделающее беззаконие, и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал, нет пользы человека в благоугождении Богу, и так послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды, или у Вседержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему». Видите, опять Иовиль продолжает говорить о том, что у Бога только торгово-рыничные отношения. «Ты мне, я тебе». Если человек поступает праведно, это очень такая удобная концепция, если я сделал то-то и то-то, как я уже и говорили в прошлом беседе, дай мне, Господи, то-то и то-то. Не даешь, значит, что-то ты. Ну, такой языческий подход к Богу. Я помню, как в Центре реабилитации обратился один человек, вернее, сначала его родители, он был неоязычником, и когда я его посетил на дому, то я у него спросил, увидел углу, где обычно у нас стоят святые иконы, там его всякие идолы, которых он вырезал себе, или которые, может, ему подарили там на очередном сборище, в их там новоязыческом капище. Тогда я у него спросил, «Ну что, молишься им, что ли?» Он говорит, «Ну да». Я говорю, «Ну и как?» Он говорит, «Аж ноги и руки холодеют». Я говорю, «А помогают?» Он говорит, «Ну не всегда». Я говорю, «А если не помогает, что делаешь?» Он говорит, «Открывай фурочку и выбрасывай». Такое вот отношение бывает к Богу в православном сознании, в заблуждении, вернее, православном сознании. Не помогает, какие-то действия не то, а значит все, надо как-то по-другому. Надо как-то по-другому подойти к Богу. Не самому, как измениться через покаяние, а найти новый какой-то подход. Может быть, нарастить акафисты побольше, может быть, в паломническую поездку съездить. А, забыл. Ну надо один раз какое-то милосердие сотворить, дать рублей сто так нищему. Может, тогда Бог как-то изменит ко мне отношение. Языческое представление о Боге, какое мы видим в речах Иоиля. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай. Это и внимай словам моим». Мы видим, что опять в речах его есть правда. Но с каким он это говорит в самовозвышении и надмине? Ненавидящий правду может ли владычествовать, может ли ты обвинять всеправедного, можешь ли сказать царю, ты нечестивец. Но он не смотрит на лицо князей, внезапно они умирают среди ночи, ибо очи его над путями человека нет тмы, ни тени смертной, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их местах, кто бы об этом спорил. То есть Иоиль говорит о промысле Божьем, но Иофф этого не отрицал. Снова мы видим, что здесь в речах Иоиля лишь показать свою богословскую эрудицию. Можно так читать и далее. Все это видно за то, что они отверлись от него и не разумели всех путей его, так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Разве Иофф буквально тремя главами ранее не говорил о том, что и сироту я одевал, и вдовицу кормил, и тот, который был со мной в доме, хотя он был бедный, но я с ним делил кусок хлеба. Помню ведь. А Иоиль его старается в этом обвинить, что якобы косвенно так старается в этом обвинить. Дарует так, что он дошел вопль до него бедных, и он услышал стенание угнетенных, якобы иовом угнетаемых людей. Дарует ли он тишину, кто может возмутить, скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его, будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа. К Богу должно говорить. Я потерпел, больше не буду грешить. Иофф так и говорил к Богу. Но действительно здесь в словах Иоиля можно услышать и то, что совет такой. Действительно, надо говорить к Богу, что Господи согрешил, помилуй меня. Во всем этом снова и снова мы видим надменность и возвышение, и Иоиля над Иовом. Господь говорит, что милости хочу, а не жертвы. Что означают эти слова? Милости хочу, а не жертвы. Бог не хочет наших дел, которые бы возвышали нас в собственных глазах. Он хочет милости, которую способен человек будет осуществить только тогда, когда он прибегнет к молитве, настоящей молитве, которая звучит всего двумя словами. «Господи, помилуй». Это образ, о котором снова и снова можно повторить, образ того мотаря, о котором Христос сказал, что он ушел более оправданным, нежели фарисей, который приносил все жертвы. Поэтому Господь говорит, милости хочу, а не жертвы. Будем стараться не возвышать себя над другими людьми, учиться у Иова смирению, каких бы высот познаний мы не достигали, помнить о том, что Бог хочет милости, а не жертвы.